Давно не виделись, но я прожив уже круг недельный, я вот и забыл, что где-то я куда-то отлучался. Потому что каждый день нужно идти вперед, а это требует больших усилий. Вперед должен идти твой ум, твое сердце, твои мысли, а кругом, кругом, кругом явные, кругом препятствия, прежде всего, конечно, они в тебе, но и кругом. И ты начинаешь сомневаться. И ты начинаешь по-человечески смотреть на те события, на те какие-то обстоятельства, которые попускаются ради твоего спасения. И, конечно же, тебе надо довериться Богу. Но человеческий разум, человеческая логика, человеческое какое-то, понимаете, видение, оно останавливается. А может быть, это не надо, а может быть, все беспорезно. Вот понимаете, 16 лет у нас был брат на подворье, Виктор. И он умер страшной смертью, отравившись каким-то, понимаете, мы знали его. И он менялся, он был очень жесткий человек и грубый. Своебразный человек, но он так трудился вообще. И вот кажется, за 16 лет, понимаете, сколько было слов, сколько было вообще раз и исполезь. И оказалось, что, видите, и так он со многими. Эти люди годами были на подворье. Ну, наверное, а сейчас вот такие старые братья, они там в лесу спят, понимаете, они под этим магазином сшивают копейки, напиваются и не хотят назад. И, конечно же, вопрос, враг говорит, а зачем вот это надо? Да кому это надо? Это надо прежде всего тебе. Вот, понимаете. Это твое служение. А результата не жди. Может быть, на небесе. Может быть, за какое-то доброе дело Господь все-таки помилует. Поэтому суд Божий, не суд человеческий. Поэтому, конечно, нам приходится бороться с логикой, с этим небом, которое будет все время говорить безумно, безумно. Наверное, спасители так говорили, кого ты любишь? И русским солдатам говорили, когда они Болгарию от турков освобождали, они говорили, кого вы освобождаете, за кого вы воюете? Они же предатели. И действительно, так и получилось. Болгария же была в Советском Союзе с Гитлером. И сейчас они очень враждебно настольны к России. Но это, понимаете, моя логика этого мира. А Христос перевернул пирамиду этого мира. Он победил этот мир в своей любови. А в любви нет никакой логики. В любви нет никакого расчета. Нет никаких, понимаете, процентов, подсчетов и каких-то других измерений. Любовь, она только терпелива. Все прощающие. Все убеждающие. И ты это убеждаешься в своей жизни. В себе ты видишь это. У тебя еще не сложились правильные, вообще личные отношения с Богом. А Он тебя любит и отдает тебе все. Ты к Нему относишься, как потребитель. Подай Господи. А Он тебе уже дает все. С избытком. Поэтому, конечно же, как нам жизнь? Мы не сможем ему отвезти. Мы не сможем отдать Ему никакие долги. Он нас простил еще не кающихся и не понимающих вообще, что такое покаяние. и нам, конечно же, нужно вот с этим багажом своей вины, чувства своего безобразия жить дальше. и благодарить нашего Бога, который пришел в мир спасти грешника, и я первый из них. Вот такая у нас, понимаете, задача победить свое естество, умереть и родиться заново. Распять себя со страстями и похотьми и воскресно для новой жизни. А мы лентяи. Как может лентяй себя распять? Как лентяй может что-то сделать? Он скажет, я не готов, я пока пока еще подожду, я еще пока подругу, я еще 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 мне надо много дел сделать. И менее отреченно, как в Евангелии. Бог зовет и говорит, да, за меня дела, там вся везде дела. Поэтому, если бы мы думали о главном, то, конечно, мы по-другому бы увидели всю картину нашей сегодняшней жизни, не себя и других. Но мы пока не готовы, не способны даже к этому видению, к этому пониманию целостному, да, где мы не руководствуемся какими-то маленькими интересами, маленькими какими-то целями, а мы думаем о главном спасении нашей вечной, бессмертной души. Понимаете, это разные вещи. Тут повезло, тут не повезло, любит, не любит. Какая разница? А ты любишь кого-то? Кого ты любишь? Себя. Себя, да. Поэтому, конечно, то, что говорит Христос, то, что Он нам дает, оно превосходит все наши меры, понимаете, оно меры, и только в минуту встречи с Богом через благодать, через Дух Святой мы можем как-то что-то понять, а выразить, наверное, трудно, невозможно. Но это понимание, оно уже живет в сердце, ты знаешь, что правильно, что неправильно. ты все равно безнадежно одинок, потому что кроме Бога тебя никто не любит, не полюбит. Но ты должен любить всех. Вот, 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 тебя никто не любит, а ты должен любить всех. Тебя никто не слышит, а ты должен слышать всех. Тебя никто не понимает, а ты должен понимать всех. И это, конечно же, не земная наука. Это безумие для этого мира, поэтому крест для Элина безумие, для Иудея соблазн, а для христианина это сила Божия, крест. Изуродованные грехом по своей природе мы говорим о святости. Это что, не безумие? Пытаясь кому-то что-то делать хорошее, мы всегда не доводим дело до конца, потому что или требуем взамен чего-то хорошего, или любуемся собой, потому что мы хороши. И тем не менее, наша жизнь не оканчивается. И завтра будет завтрашний день. И завтра нам нужно будет терпеливо, смиренно, внимательно следить за своим умом, за своим сердцем, чтобы не сказать лишнего слова, чтобы не посмотреть не в ту сторону, чтобы не согрешить. Это будет занимать все наши силы. Когда человек внимательно живет, у него нет времени и сил на плохие мысли. Помысл вылезут, но в том-то и дело, что ты начинаешь с ними бороться, с ними бороться. И это очень важный момент борьбы за свой ум, чтобы он не блуждал, чтобы он не впитывал тот мусор, которого и так уже достаточно внутри тебя. Есть много прекрасных порывов, есть много прекрасных планов, но на самом деле, на поверке, ащи не Господь созиждет, в суе трудишься зиждущим. Поэтому ты понимаешь, что если нет воли Божьей, расшибись лепешку, ничего не будет. А если и есть на том воле Божьей, какой бы небезумный для человека не казалось твое желание и твое стремление, оно исполнится. А каким образом, мы не знаем. Только так был построен этот монастырь. Только так создавалось каждое подразделение, каждая мастерская в безумии. Я помню сестра, которая начала создавать керамическую мастерскую. Два года прошло, она билась как облёт, понимаете. А потом подошла, плачет, говорит, все, я больше уже ничего сделать не могу. Все, не получается, никто не помогает, ничего не делается. Но мне сказали, все, сестра, два года это достаточно. Сейчас все будет получаться. И оно начало получаться. Но надо было прийти в состояние полного, своего несостоятельности. И вот так мы с каждым делом, я вот так думаю. Если у тебя слова, я сейчас сделаю, опа, все сделали отлично. Еще отлично. Смотрите. А будет ли польза от такого дела? А когда ты уже говоришь, я уже ничего не знаю, ничего не хочу, ничего не могу. Все. И вдруг раз Бог даёт, нечаянная радость. Всех сковорящих радостей. Нам нужно помнить, что мы в руках Божьих, а не Бог в наших руках. Что мы должны трудиться Богу, а не командовать и требовать. Что мы должны слушаться Бога. Через Бога, через ближнего, конечно же. А если мы глухие, если у нас внутри только моё желание звучит, мои какие-то приказы, мои каплизы. Как ты услышишь Бога? Никак. Глухонем. И вот эта глухая, глухая, безумная душа, в неё попадает любовь. И она делает её святой. Это тоже какое-то чудо. Я не представляю, что это такое. И об этом говорить даже страшно. Как я могу принять Бога? В полной слепоте живём. В полном своём греховном безумии. И Бог мне доверяет всего Себя. Без остатка. И в этом моя жизнь. И я уже без этого жить не могу. Хотя предаю Тебя, Господи, не три раза, как Пётр. Хотя совершенно не слышу Тебя и подстраиваю свою жизнь. Подстраиваю Тебя под свою жизнь. Я вот так хочу. Мне так кажется. Мне так нравится. Мне так удобно. И так должно быть. А что ты хочешь, Господи, мне пока не интересует. Это наш внутренний диалог с Богом. Мы, может быть, в этом себе не признаёмся. Вот в чем дело. А вот это страшно, когда мы себе не признаёмся. От того, что мы вот так вот разговариваем с Богом. Без слов. Но мы требуем. И мы потребители. Мы мало что отдаём. Но мы берём. Мы хотим жить так, как нам хочется, кажется, нравится. Но когда нам говорят так, как не надо, нам не нравится, мы это не хотим. Мы и протестуем. И начинаем осуждать. Видите, какая картина моей жизни. И я должен сказать, слава Богу за все. Это тоже безумно. Но об этом наше согласение. Вот в чем дело. Когда человек прожил жизнь с Богом. И в нём есть Дух. Он по-другому смотрит на все вещи. По-другому. Глубже. Бог мой молодой, горячий. Приехал к отцу Николая и говорит, батюшка, всё, благословите. Вот. Не ем мясо. Буду там поститься. Буду жить как монах. Всё, вот, чёткий. Он посмотрел, улыбнулся и говорит, мы с тобой едим мяско, а вот эти едят рыбку. Это было всё. Больше ничего не надо было говорить. Понимаете, как красиво это? Такая красота, высота понимания. Он же не сказал, что ты дурак, вообще не умеешь. Он сказал, не обидеть, чтобы не обидеть, понимаете. Он так и говорил, чтобы не обидеть человека, чтобы он не смутился. И к ним, у тебя семья один. Чего ты ездишь? У тебя денежек мало, а ты деньги тратишь на эту дорогу, понимаешь? Это любовь. Любовь, когда он бежал с консервочкой в руках, у него валила нога в пристани, говорит, вот на тебе надо покушать. Ты там на дороге будешь. Видите? Просто. Никаких не надо подать, ничего такого, знаете, такого сверх. А это просто жизнь. И поэтому мы вот в этих наших повседневных делах мы видим. Вот какая сестра, да? Вот она груба. Вот она заносчива. И что-то не одень, хоть схему. Она другой не станет пока. Она умрет, и мы в этих человек. А этот человек смиренный, терпеливый. Он все понесет, он все сделает, без прикосновенности. Вот с этим человеком можно идти про сверху. И все, понимаете? В чем мы стоим? Можем ли мы оторвать от себя и отдать другому? Или мы говорим, нет, нет, подождите. Вот наша характеристика нашего духовного состояния. И так люди говорят, ой, с этой сестрой, пожалуйста, не надо, не надо. А в эту сестру везде говорят, давайте, давайте, с этой сестрой я буду, хочу быть всегда. Потому что с ней с ней помощь есть. Когда у человека есть Дух Божий, когда человек смиренен, с таким человеком везде хорошо, правда есть? И не надо никаких других уже оценок. Вот, по факту. Сдержать в себе мир и спасутся уже у тебя. Но это уже, знаете, уже настоящая оценка. Это уже не так, внешне такой человек. Поэтому, конечно же, каждый день приносит очень много, много, много каких-то, вопросов. И все эти вопросы, они сводятся к каким-то нескольким фразам, нескольким формулировкам. «Любишь ли ты меня?» Да. Вот так Господь нас готовит к экзамену. Конспекты, учебники – это вся наша жизнь. Это завтрашний день, это послезавтрашний день. Это наши все размышления, это наши все чувства, это наши все настроения. Все это конспекты, все это учебники, которым мы учимся жить. Как была песня очень прекрасная Марка Бернеса. Просто я работаю волшебником. Но я жизнь учил не по учебникам, просто кто постарше знает. Сейчас уже какие песни вообще не звучат, понимаете? Я попросил, мне записали песни вот таких вот 60-х годов, да? Целую сборку. И там почти все песни с духовными словами, понимаете? Там такие духовные слова, это богословие, на самом-то деле. Вот как вообще изменился мир, понимаете? Там все прописано любовью, там все есть нравственность, там есть какой-то свет, понимаете, от этого все. Но это очень трудно сравнить с современными текстами. Как изменился человек? Но человек же один и тот же, и его можно помочь. Остановить этот процесс разрушения, процесс осквернения. А для этого нужна любовь, очень много любви. И ее мы с вами получаем в храме. И ее нужно делиться с ближним с вами. И это есть, естественно, война за будущее, наше будущее. Вот как хорошо, когда не было телефонов, а? Понимаете? Как хорошо! Понимаете? Если же кому-то позвонить, надо было двушку где-то находить. Понимаете? Надо было стоять в очереди у автомата. Еще подумаешь, надо тебе звонить или нет? А сейчас не надо думать, понимаете? Как вообще тонко действует эта технология разрушения? Людей изолируют. Людей, понимаете, подсаживают на какие-то, понимаете, новости, на какие-то, понимаете, картинки. И человек к этому привлекает. И уже без этого он уже не может жить. Вот это страшно. А не, конечно, это страшно. Но об этом никто не скажет. Наоборот скажет. Бери, будешь жить на удаленке, будешь работать на удаленке, будешь учиться на удаленке. Вообще не надо тебе никто. Ты сам по себе герой. Тебе никто не нужен. И будешь зарабатывать деньги хорошие. А зачем тебе деньги, когда ты в одиночестве? Поэтому, конечно же, мы ведем неравный бой. Бой внутри себя неравный. Потому что все пройдено грехом. И только маленькая частичка Христа, маленькая кровь, капелька его святой крови должна осветить нашу жизнь. И изменить ее. Борьба с этим нером, который частично навязывали тебе. Грубо. Сейчас уже грубо навязывай. Будешь еще грубее навязывать. Приказывать. Живи по моим. Законам. Забудь о ней. Думай о земле. О земле сгорит. И все, что на ней. О душами сгорит. И война с дьяволом, который, конечно же, всегда караулит, когда ты промахнешься, когда ты ошибешься, когда ты отвлечешься. И тут бах! Удар. Вот такая борьба, она происходит постоянно. Внутри каждого из нас. Но у нас есть Христос. И Христос победил дьявола. И победил этот мир. И мы должны идти только за Ним. Никуда не сворачивая, ни направо, ни налево. И правды, и веры. Все это, понимаете, от лукавого. Все будут кричать о своей правде, все будут звать на свою сторону. А ты должен сказать, я за Христом. Мой Царь Христос. И законы, по которым я вне закона. Муж я закона. Но не пришли еще в любви. И вот полтаемся между небом и землей, поэтому мы страдаем. Хотелось бы все оставить, отдать руки Божьи и только благодарить Бога. Но приходят разные мысли, разные настроения. И это зависит от многих обстоятельств. И мы начинаем учить себя. С сомнениями, какими-то настроениями, желаниями. Вроде человек хочет что-то, все, готово. А потом раз, просыпаешься, у него все болит. Попробуй. Все болит, и ты уже не... Господи, как эту боль понести? Вот и все, и все твои планы рушатся. А надо стать и сказать, ничего, будем делать до конца. Но для этого нужно закалиться. И не жалеть себя. У страха глаза велики. Я вам расскажу, что у нас было, когда мы отдыхали. Это свойственно природе человека. Мы плавали по одной реке. Там дича... Дикая природа. Там никого нет вообще. Только можно по реке плыть. И вот мы плывем. Все говорят, вот вы животные какие-то. Вроде там кабаны какие-то там, шмякали там где-то. Но ничего нету, да? Плывем, плывем. Представляете? Речь там, плывем. И вдруг там вдалеке... Вдруг что-то темненькое. Раз, раз. Там у нас... О, бобры. Он интересный. Он течение шлисет, может быть, назад. Да, вы бы сейчас посмотрите, попробуйте. Вдруг раз. Вроде это маленькое. Большое. Хе-хе-хе-хе-хе. И кто-то, естественно, стал медведь. Это страшно. Это просто... Нет, это страшно. Ты плывешь... Медведь это серьезное животное, понимаете? Это не шутки. Они всегда очень медвежат. И я смотрю, и я тоже точно вижу медвежий воздух. Потом уже когда мы близко, но уже страх, понимаете? Неизвестно, что делать. Мы же не останавливаем. Мне останавливать надо бежать или что-то. Вдруг раз, появляется лицо человека. Это был человек, который стрелял рыбу там с божьего. Вот так в нашей жизни. Я подумал, что так в нашей жизни. Мы пугаемся. А это совсем не то, что страшно. Понимаете? Это не страшно. Это наши мысли. Это наше состояние такое страшливое. Это мы боимся. Это мы живем. И думаем, что вот так, а сейчас вот такое будет. Да ничего не будет. Если мы сами себя ничего не натворим. Поэтому мы должны быть все-таки в доверии к Богу. И стоять на камне веры, а не на песке. Иначе Бог многое разваливается. Мы сами сидим по своим страхам, своим каким-то пониманием того, что есть. Надумыванием того, что есть. Мы же надумываем еще. Мы же что-то придумаем. Враг только закидывает приманку, а мы начинаем дальше уже развивать это все. Надо его останавливать. Надо его останавливать и обуздывать. И контролировать, конечно, что там происходит. Сколько осталось каждого из нас, мы же не знаем. Но рано или поздно этот жизнь закончится. Мы должны это помнить. И многие, многие, которые вчера еще были с нами, и сегодня уже в вечной жизни. В вечной жизни. Не в могиле, а в вечной жизни на небе. Об этом тоже нужно помнить. И каждый несет свой крест. И он нужен для твоего спасения. Это тоже формула жизни. Поэтому, конечно же, хотелось бы дальше строить свои отношения, личные отношения с Богом. Хотелось бы, чтобы через Боги мы находили отношения друг с другом. Хотелось бы, чтобы были добрые мысли и добрые чувства по отношению нашему друг к другу. Чтобы мы не замечали плохого и прощали то неправильное, что, может быть, мы проживем отношения с нами. Будем, конечно же, трудиться. Ну, какие у вас есть мысли, вопросы? А можно? Пожалуйста, конечно. А вот ругали ли сами себя святые? И вообще, как надо, если хочешь, чувствуешь, что там сладость, и что? Какая мера, как надо? То есть, как относились святые к своим ошибкам? Да, и как они сами себя ругали? Ну, каково было их покаяние, не что? Понимаешь? Ведь что такое ругать себя? Ну, само ругали. Во-первых, святые, они сразу становились святыми. Они же не сразу становились святыми. Чтобы стать святым, это нужно найти такую связь с Богом, понимаете? Чтобы никто и ничто уже ее не разорвал. Святые были и гневные. Например, там, Оптинский старец Лев, он ругался и громко ругался. Очень такой был человек и вспыльчивый. Ну, и что это? Он святой все равно, понимаете? Были тихие, спокойные люди, да? Но все равно, конечно же, пока человек здесь на земле, он только отражает свет Божьей любви. Она падает на него, в его сердце, и потом от его сердца она отражается на ближнем. И она, эта любовь, она, понимаете, имеет оттенок, каждый. Каждый несет свой оттенок. Потому что это уже не чистая любовь, а это уже любовь, прилавленная через того, кто его отражает. Да? Поэтому разные святые вообще-то. По характеру, даже апостолы разные, да? Тут надо, понимаете, здесь нужно, чтобы не было крайностей. Вот, ты увидел свой грех. Это слава Богу, это идет с Божьим. Но тебе две задачи. Не заунывать и не отчаяниться в своем спасении. А вторая задача – не пропустить это все, и не махнуть рукой и сказать, ай, какая разница. Все равно Бог меня любит, я спасусь. Тут вот две таких вот, ну эти. Поэтому, конечно, мы должны себя укорять. А мера укорения себя, а мера вот такого своего какого-то отношения, да, к тому греху, в котором ты живешь, должна быть такая, чтобы было исправление, чтобы были силы исправляться, чтобы было доверие к Богу и желание исправиться, и вера, что Бог тебе в этом поможет. Если это нет, если это есть просто отчаяние, и такое состояние, где ты уже не веришь, что ты сможешь исправиться и что Бог тебе поможет, это уже грех. Еще страшнее грех, чем даже тот грех, который ты совершил, что бы ты ни совершил. Это недоверие, неверие в Бога просто. Поэтому для нас очень важно, чтобы мы, несмотря даже на тот ужас, который мы можем обнаружить в себе, а он действительно есть, и мы его не видим на сегодняшний день, понимаете, насколько наша душа безумна и безобразна. Но тем не менее, Бог же в любви его больше, чем нашего греха. И что Бог может из нас сделать святых? Не может сделать святых с нами? Может. Но если только мы этого будем хотеть. А хочешь ли ты стать святой? Вот вопрос. Не очень. Не очень пока. Я лучше так с краю постою, посмотрю, как другие. А я сам пока не готов умереть. А вдруг не воскрес. Пока поживем. Как есть. И то хорошо. Да и вообще, понимаете, опять же, ты видишь, что сам ты ничего не можешь сделать. И с другой стороны, ты можешь вообще опустить руки и вообще сказать, а что я могу сделать? Пускай Бог сам все делает. Ляжем на диване. Включим телик. И будем ждать, пока Бог нас, как нас Бог будет спасать. Ну и что же неправильно? Поэтому тут нужно какая-то мера. Тут нужно смотреть, наверное, внимательно на наше вообще послушание, на наших близких, на наши условия, на то, что вот нам вот сейчас нужно сделать. И в этом находить дальнейший путь за Христом. Вот мое задание – вот такое сделать. Мне это сейчас не очень хочется делать. Но надо. Мне нужно сейчас вот как-то с этим человеком что-то ему сказать. Потому что это необходимо. По моему послушать. По каким-то отношениям дома. Мне это тоже не хочется. Потому что будет протест, будет обида, будет еще что-то. Но это надо все равно, понимаете? Это надо делать. И ты просишь Божьей помощи. Вы что думаете, что священник все время горит, что бежать на службу и служить? Нет. У него может что-то болеть. Он может плохо себя чувствовать. Но это уже не важно уже здесь. Здесь преодоление своего естества. Мало ли что. Мало ли что мне кажется. Мало ли что мне хочется. Это не должно меня волновать. Так как в семейной жизни тоже. Ну что, мне надо готовить есть? Надо. А у меня голова трещит. Мне надо убирать? Надо. Надо идти на работу? Надо. И вот это понуждение, оно вырабатывает у человека правильное отношение. Потому что когда человек живет только эмоциями и чувствами. И вот а мне сейчас не хочется, я и не буду делать. Вот придет время, у меня наступит какая-то эмфория. Какое-то будет такое желание. Вот тогда я и буду начну делать. А оно не может и не наступить никогда. Стерпится, слюбится. Прекрасное слово. Стерпится, слюбится. А мы хотим какой-то любви такой, знаете. А может, ее и нету такой любви. А может быть, нужно вот такая, трудовая. Я не могу смотреть на эту морду. Она уже мне за эти годы так надолела. Но я скажу, я тебя люблю, дорогой. И это вот. Это красота. Это действительно настоящее. Понимаете? Это настоящее. Потому что я через бой, через чай все-таки. Вот это, мне кажется, на такую любовь можно положиться. А когда, понимаете, страсти, мордасти, а потом понимаете, ну и Бог. Это не любовь. Это просто временное чувство. Вот как Христос нас любит. И плохими, даже плохими еще лучше, больше любит, чем хорошие. Оставляя 99 овец, идет за лучшие овцы. Поэтому любовь, это, конечно же, дар Божий. Это действие Бога в нас. Поэтому то, что мешает любви. Вот я согрешил, и я сам себе испортил жизнь этим поступком. Я сам себе навредил. И сейчас мне нужно дальше жить. Мне нужно исправляться. Мне нужно меняться. И, конечно же, мне нужно сделать труд большой. Мне нужно поверить, что Бог простит меня. А я прихожу не к прокурору я прихожу. Не к судье Грозному. А я прихожу к любящему отцу, который через чадо невидимо стоит, принимающий твое искусство. А я ему не доверяю тоже. И не все договариваюсь. Так все по-разному бывает. Я из Санкт-Петербурга, из Свято-Троицкой общины. Князь Владимирской собори, есть такая Свято-Троицкая община, тоже сестричество. И вот я хочу спросить у вас, отец Андрей. Вы говорите, что действительно нужен труд. Я с дочкой, на расстоянии мы с ней любим друг друга. На расстоянии так легко любить. СМСками люблю. Когда я приезжаю сюда, начинаются трения. И причем, чем дольше живешь, тем как бы любви меньше. И вот как быть вот здесь? Или это косни дьявола, потому что и она вроде расписывает храмы. Такие все хорошие. Все со стороны хвалят ее и меня. А вместе, получается, терки у нас. Вот что это? То есть неумение любить или видеть в себе что-то хорошее мешает увидеть. Хотя я вижу, например, в ней все хорошее, да? А вот почему это все происходит? Не умеем все равно любить. Ну, мы, наверное, все-таки живем пока в иллюзиях. Что? В иллюзиях пока живем. Поэтому на расстоянии, конечно, у нас желание есть, хорошее пожелание. Но когда мы сталкиваемся рядом с человеком, понимаете? Тогда мы начинаем видеть то, что расстояние скрывает. Надо здесь смирение и терпение, да? Нужно внутреннее какое-то такое, ну, трезвение. Вы знаете, как трудно, вот если кто-то из близких заболевает и за ним ухаживать, если это растягивается на год, это очень трудно. И нервы сдают, понимаете? И человек уже, а тот капли, признащий, больной, понимаете? А надо смиряться, понимаете? Это очень огромный труд. Без помощи Божьей, понимаете, очень трудно исправить. Поэтому, слава Богу, что вы уже видите, да? Вот я вот хочу, да, говорить хорошее, хочу, но я вижу недостатки. И оно мне, может быть, немножко и раздражает, и, может быть, немножко мне что-то как-то не нравится. И вот мы им высказываем, вот это и есть терки, понимаете? Мы видим, друг друга немощи носите. Исполните закон Христов. Пока мы этот закон Христов еще не исполнили, понимаете? Мы ему должны учиться исполнять. Поэтому, все-таки, почаще надо быть вместе поближе. И это поможет, в общем-то, если мы правильно настроены, направлены, если мы имеем возможность исповедовать и просить Божьей помощи, и через причастие размягчать наши сердца, то я думаю, что этот труд, он сейчас необходим нам обязательно, понимаете? Потому что мы можем думать о себе там то, чего нету. А вот вы как-то становитесь рядом, да? И вы видите, что этого нету, да? Вот такого вот уже терпения нету, вот такого вот благодушия нету, да? И мы видим реальность в себя. Но и реальность вообще видим, наверное, из своего ближнего. И в этом, наверное, и есть тот труд, который нужно, пока мы здесь на земле. Как-то его надо понести, исполнить его. Поэтому очень хорошо, что вы так... Но надо трезво ко всему относиться, понимаете? Потому что есть люди, которые обижаются и говорят, все, я уже к тебе не приеду. Все, лучше будем общаться. Это неправильно, конечно. Да, приеду. А ты приезжай ко мне. Но мера. Сколько я могу вытащить? Приезжай ко мне на неделю, до второго. А потом уже все. Дальше я уже хочу отдохнуть. Это должна быть, конечно, рассуждение. Но Бог же видит нашу меру. И поэтому, слава Богу, что и мы видим свои недостатки, потому что невидение своей болезни духовной может привести к смерти духовной. Потому что человек может, понимаете, он может отчаяться. Он думал, что он хороший, хороший, хороший. Все его хвалили, все его любили. И он такой был вообще, понимаете? Святцы можно записывать. И вдруг раз он сталкивается с тем, что в нем обнаружили в себя какие-то грубые грехи. И это может привести человека к отчаянию, понимаете? Он не как святой говорит, я хуже собаки. Он считался святым человеком. А кажется, он не святой. Поэтому в народе говорят, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Поэтому, конечно же, мы должны правильно и трезво оценивать то, что происходит внутри нас. И понимать, что без Божьей благодати мы даже самого близкого человека можем оттолкнуть от себя. Можем его не принять и отвергнуться. Даже самого близкого. Это без благодати. Мы это понимаем. Поэтому, когда говорят, что я никого не люблю, вы что? Это не потому, что я не хочу никого любить, но просто по своему состоянию греховному я понимаю, что моя душа эгоистка, и она не любит ни кого. И это очень легко проверяется. Очень часто вот так, даже вот человек приходит, там священник говорит, говорит, все хорошо. Так, понимаете, батюшка слушает, мне такие советы дают хорошие, так меня поддерживают, все. Потом, знаете, это я уже миллион раз убедился. Потом ты слушаешь, потом ты понимаешь, что надо уже что-то говорить серьезно. И начинают говорить серьезно, слушай, все, хватит. И ты становишься врагом. Не просто плохим, а просто врагом. И я понимаю, что обижаться вообще не надо. Это просто не ваш человек. И потом приходят, и говорят, да он такой грубный. Другие люди приходят. Друзья, почему грубный? Да он такой мне говорит, я вообще не понимаю это меня. Раньше понимал, понимаете? Вот такая подмена есть. Мы все переводим на свое. На свое я. Под себя подстроен. А это, ну это не правда, это фальш. Можно быть хорошим, понимаете? Но за счет чего? Другое дело, в начале человека нужно утешить. Вот человек приходит, его нужно утешить. Ему нужно погладить по головке. Ему нужно сказать доброе слово. Подержать его за ручку. А потом надо и под затыльник дать. И все. Время прошло. Прошло где-то в другое. Потому что если человеку все время, так знаете, гладить по головке, он к этому привыкает очень быстро. И он будет этого требовать. Это неправильно. Это и воспитание с детьми тоже так, понимаете? Наказание – это как раз большая любовь, чем потакание ребенку в его слабости. Наказание – это все-таки как, понимаете, хочется быть хорошим, но хочется иметь добрые отношения. Зачем ругаться? Это же потеря. Но когда ты видишь, что надо ругаться сейчас, потому что дальше будет еще хуже. И ты можешь за это отвечать. Поэтому здесь чем мы руководствуемся? Мы руководствуемся не просто какими-то внешней такой благоприятной, такой благопристойной картинкой, понимаете? А мы руководствуемся, чтобы душа прикоснулась к Богу, чтобы душа спаслась. И поэтому можно и сказать, если человек готов, все его недостатки. И он будет протестовать, он будет обижаться, но потом он начнет думать, задумываться и начнет исправляться. А можно сказать – это все хорошо. Понимаете? Как знаете, жестко бывает, когда человек умирает, и он умрет. А ему говорят – ты будешь еще сто лет жить, понимаете? Ну что такое вообще? Человек надо говорить о вечности, что он должен сейчас готовиться к переходу. А он цепляется за врачей – да я еще проживусь. И это жестоко, понимаете? Это не любовь. Потому что не хотят расстраивать. Но так человек все равно, что он будет умирать. А что дальше? Он не думал о вечной жизни, он не думал о переходе. И что мы сделали? Хорошо? Скрыли, что он болен, что он безнадежно болен. Так и в духовной жизни. Ты безнадежно болен. Тебе сейчас или смерть, или что-то надо делать. А так можно сказать – да все хорошо, другие еще хуже живут. Лучше не забудься, не тревожься. И что это? К чему это? Твоему, конечно, лучше горькая правда, чем сладкая глушь. Но лучше искренне сказать друг другу правду. Может быть и расстроиться, может быть и попереживать. Но это будет правда. Искренне это будет. Чем, понимаете, улыбаться. А что за этой улыбкой стоит? Не поймешь что. Ну что у нас еще? Если она к этому готова. Если она к этому не готова, лучше не говорить. Понимаете? Здесь вопрос, понимаете, о пользе… У меня такой у нее внутренний мир. О пользе вашего слова. Примет она эту имя? Поэтому я не знаю, кто это примет. Не обличая безумного, да не в рога себе наживешь, обличая умного. Ну не назову безумной, но когда мы собираемся все вместе, вот с моими родными сестрами, да, то я постоянно нахожусь у всех виноватой. Конечно. И вот что нам делать, батюшка? Есть такой акафист – уменьшение злых сердец. И вот три сестры должны, когда вы приезжаете все вместе, перед всеми работами почитать этот акафист. Скажите, это благословение Божие. Благословение батюшки. Да. Вот вы приехали, поздоровались, все, перед всеми домашними полевыми огородными работами. Есть благословение, почитать нам этот акафист. Возьмите эту семистрельную икону Божией Матери. Я думаю, она вам поможет, Божией Матери. Потому что жалко я вашу сестру, потому что она… Я говорю, мне это полезно, я совершенно верно. Я того заслуживаю, чтобы у людей ко мне так относились. Но мне жалко, что ты… Ей нужно помочь. Ты должна сми реакция. Я его совершенно верно. Вот так говорит листовой. Для вас-то, конечно, это полезно. Красота, да. Вы святой станете, а она… Я говорю, Игорь, я думаю, что это очень нельзя. Не надо, чтобы надуваться. Надуется, обидится и молчит. Хочет. И только… Ох… И вот этот вздох, этот выдох… Я даже не знаю… Это кошмар какой-то. Противный кошмар. Противный кошмар. Противный кошмар. Хоть ты что хочешь сделать. Помолите. Помолите за нас грешным. Господи, помилуй. Сестры, братья, родины. Помолите. 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 Матерь, Боже, помолите. Все скажут. Я уже не знаю… Вот три сестры. Понимаете? И Бог хочет, чтобы все спаслись. Да. Да. И вот надо сейчас немножко потрудиться ради той, которая… Строит нас. Строит. Да, да, да. Слава тебе Господи. Вообще, если все воспринимаем в жизни не просто как какое-то неудобство, которое нам очень мешает, и мы хотим от этого как-то уйнуть или что-то, а как просто испытание, как просто задание, которое нужно исполнить. Бог, он поступает, посылает такие обстоятельства. Они не случайны. Да. От тебя это было. Да. Она как-то вот-вот принесла негавкое вот этого человека. Вот какие-то обстоятельства. Да нет, не правда. Если ты это здесь не исполнишь, не исправишь вот здесь, будет следующее обстоятельство еще хуже. Ты от себя-то не уйдешь. И надо все равно иметь добрую мысль. И за эту добрую мысль нужно обязательно бороться. До конца мысль. Угу. Будем стараться. Что уж делать. Это так легко, знаете. Некоторые говорят, до монастыря я видел человека таким святым. Он пришел в монастырь и с ним поселился. Вообще. Завал. Куда я попал. Ну и что-то. Ты увидел эту реальность. Понимаете. А монастырь должен всегда быть приветливым и улыбчивым. Аминь. 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 Да.